Правительство Калмыкии поддержало мероприятие по мобилизации доходов бюджета республики. Эта тема стала ключевой в рамках прошедшего недавно заседания под председательством премьера Геляны Басхамджеевой. Как было отмечено, макроэкономическая ситуация в республике характеризуется как стабильная, несмотря на условия внешнего санкционного давления. Вступил тот период, когда мы должны мобилизовать и собственные ресурсы, начиная от трудовых и налоговых людских, до того, каким образом мы будем жить в параметрах того трехлетнего бюджета, с которым мы скоро пойдем в Народный Мурал-Парламент Республики Калмыкия и распределим все доходы и расходы по основным направлениям реализации государственной политики. Мобилизация доходов бюджета республики, оптимизация расходов и эффективность использования бюджетных средств стали главными принципами формирования бюджета. Планируется увеличить собираемость единого сельскохозяйственного налога и доходов от арендной платы за земельные участки сельхозназначения. Будет усилена работа по привлечению налоговых отчислений. Безусловным приоритетом при формировании республиканского бюджета на трехлетний период является обеспечение всех социальных обязательств. По оперативным данным, за 11 месяцев текущего года консолидированный бюджет республики поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 10 миллиардов 832 миллиона рублей, что составляет 87% от утвержденного плана. План у нас 12 миллиардов 480 миллионов рублей. Основными налогоплательщиками по данному налоговым источникам являются организации, которые занимаются транспортировкой нефти, которые занимаются добычей природных ископаемых, это газа, нефти и финансово-кредитная организация. По остальным доходным источникам, это НДФЛ, налог на имущество организации, прирост составляет порядка 7% и достаточно серьезная у нас сумма прироста, это по налогу, которая занимается по упрощенной системе налоговложения. Также предполагается сокращение невостребованных на 1 декабря вакансий и выведение непрофильных специалистов из числа госслужащих. Возникшая экономия по фонду оплаты труда будет направлена на исполнение всех расходных обязательств, чтобы с минимальным разрывом и дефицитом закрыть финансовый год. Все вакансии, которые существовали на 1 декабря 2022 года, подлежат сокращению. Вопрос уже решенный и органам местного самоуправления, главам районных администраций города Листа, я тоже рекомендую последовать примеру, посмотреть, проверить, посчитать. И для того, чтобы не возвращаться к этому, отправной точкой посчитать для себя 1 декабря 2022 года. Значит, сведения от Министерства финансов ко мне уже поступили. И всю экономию по фонду оплаты труда, которая, если вдруг образуется, мы будем направлять на исполнение всех расходных обязательств, чтобы с минимальным разрывом и с дефицитом закончить 2022 финансовый год. В ходе заседания Басхамджиева также подчеркнула бережливое использование средств республиканского бюджета. Пример отметила, что продолжается централизация бюджетного учета, будут пересмотрены затраты на содержание бюджетной сети. Я думаю, что каждый из нас, являясь жителем нашей республики, всегда будет радовать за то, чтобы были комфортабельные дороги, чтобы сельская среда стала такой же, как городская, чтобы каждый житель поселка, независимо от места его нахождения, пользовался равным доступом и качеством тех услуг, которые сегодня должно предоставлять и государство, и муниципалитет. Продолжение следует...